сладкий-сладкий да блин весна птички поют мы нашли возможность выбраться за березовым соком поставим на баночек 5-6 нам хватит ой как здорово в лесу друзья тайга проснулась от зимы птички поют как здорово речи тебе нравится тебе нравится в лесу круто привет друзья наступила весна еще конечно местами лежит снег но в лесу уже тепло и пошел сок надеемся до сока движения уже в березовых стволах уже пошло и мы решили пойти собрать немного для себя сока попить чтобы здоровье укрепить ну и быть бодрыми про все порадоваться жизни в тайге весной для этого мы берем с собой шуруповерт дрель молоток нож нержавеющие трубочки буквально 6 штучек пяти литровые бутылочки хорошее настроение конечно же ричика ричик ты где веревку и идем собирать сок до нужно найти нам хороший ствол ну и как мы это все будем делать погнали так делаем только мы углубляемся вглубь леса проходим ну да главное чтобы потом их найти нет но мы тропу запомнили мы здесь как-то пару лет назад собирали ну не тут будем теперь тут теперь будем туда продвигаемся поэтому нужно быть аккуратным вот след медведя вот он смотри какой огромный 45 размера надеюсь это не в этом году наша задача уйти подальше то у нас город ходе маленький но бутылочки бывают конфисковывать бывают конфисковывать и бутылочки как говорится ни перед чем не устоят бутылки и сок позабирают и трубочки нет выбрали мы тут березу уж нет правда какие краски подготовка с нуля же нуля деле у нас работе состоянии проверяем бутылочку чуть-чуть повыше чтобы был послаще сок можно будет попробовать а еще выше ну березка давай подаришь нам вкусного сока мы тебя потом полечим поблагодарим это получается северная страна я даже в камеру не смотрю я смотрю как ты делаешь вот такие вот у ржавеющие трубочки нечистенькие вот мыл небось буквально пару сантиметров чистый сок уже бежит 2 давай так остатки воды были до воду мы с тобой не везли мы пришли сюда за березовым соком вот так вот подвяжем держи коленкой веревочки то есть мы пользуемся тем что внизу мы уже много раз пробовали брать сок с нижней части нам показался он не сладкий или менее сладкий чем когда повыше поэтому мы будем брать чуть-чуть повыше ну что побежали спасибо тебе березка копает вот точно поймала капельку идемте дальше второй не будешь во второй она сильная береза так что с одного ствола две штуки так что можно два пятачка а здесь пятачок ну здесь пятачок ну давай тут чтобы далеко не бегать обязательно под уклон немножечко вставляем трубочку тоже побежала бежит 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 не очень глубоко забиваю побежал уже чистый она попробуй давай я попробую кто первый пробу снимет да я прямо оттуда зачем у тебя рука грязная ну как ой сладкий я тоже хочу я тоже хочу давай анечка сладкий сладкий да спасибо тебе березка но сейчас анечка попробует подвязать вода газированная так сразу тебе даю веревочку а у тебя есть вот на вот уже отрезанная на в ручку сразу продевай повыше ты просто сейчас ее подтягиваешь да 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 она молодец на узелок делай смотрите сколько нам береза дает скажем здоровье веник в баню да ну вот давайте подумаем веник в баню самые лучшие дрова это березовый до для печи березовый сок березовый деготь давайте тоже не будем забывать это хорошее лечебное средство от всяких кожных болезней я вот даже собаки дегтярным мылом мою так что вот ну добавьте еще что вы что вы знаете спасибо тебе березка посмотрите тут уже на уже стаканчик почти пока вернемся но пойдем дальше собираем наш скарб движемся к следующей березки да еще я забыла сказать помимо всего прочего береза очень светлое дерево и энергетически ну добавляйте кто что знает еще про березу что-то мы упустили немножко такой хмызняк тут я думаю да да вот это мне тоже нравится мне кажется там где двойного корня выходит а там прям посильнее береза так ты что-то тут потеряла смотри веревочку потерял по дороге да он там ножик потерял между прочим да и нос потерял и обхвата потому что он идет потом более мутный мне кажется прямо вот бактериями процесс естественного брожения если сегодня тепло будет завтра утром или в обед можно ехать на уже 12 часов завтра утром поедем долго мы собирались за березовым соком если честно вроде и работа как-то времени нету сегодня перед праздником мы опоздали прям опоздали опоздали прошлом году уже 10 мая было поздно прям плотнее ага потому что мы сегодня хотим баню стопить может быть сейчас тоже за есть березовые веники может быть сейчас если тут пихту увидим пару веточек пихты сломать на веник да вот так не суши больше нравится спасибо тебе березка уже комар летает важный такой ну что речи как у тебя дела и сидишь ждешь отлично прогулка в лесу утренние туда на солнечную сторону а вадимар вон смотри вон там он на солнечной стороне он там есть он как раз по ой да слушай вот это отлично ты увидел повыше повыше давай еще 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 натуральная натуральная все по движению прям отлично на полтора сантиметра я углубил будем думать как как на какую крышку на какую банку какая крышка получается вот так вот и одеваю да 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 вот ага прям так поглубже главное на гость тут не наступить конечно есть много способов сбора скажем так инструментов которые сообщающихся между стволом и тарой да то есть кто-то трубочку из-под детского сока ну вот мы заморочились на нержавейку да 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 она хорошо она плотно уже проверено определенный навык нужен нету я вот теперь нашла ой какая березка березка ты нам подаришь сока вкусного вот видите чей-то огород был все да то есть люди меняют дислокации со временем кто-то тут же повыше не хочешь достой дотянешься да береза сильно много сока надо сейчас самое главное успеть до начала мошкаты и пока еще более-менее прохладная погода чтобы он не закитал главное чтоб сегодня целый день была солнечная погода плюсовая обещает снимать и сквозь веток там где-то завершаем привязывание бутылки для березки да и нам хватит попить может даже кваску пол кваску получится сделать а может сейчас попьем просто чай сделаем да и просто свежечку сейчас пойдем свежечку попьем потяни сильнее нет бутылку тяни сильнее и то есть представь что пять литров тянет вот ты так вот это вот это и говорю все пойдемте попробуем сок пока выставляли решили на обратном пути попробовать снять пробу решили целый стаканчик накапал мы будем пробовать что какой вкус прям в этом году первый раз сладостный сладостный а сейчас бы кружечку сейчас ранечку дам по тебе за дары твои ценные попробуем сладкий сладкий все-таки то что повыше он прямо хорошо да допивай богатырского зелья полные стеки я думала что как раз допью а тут нет ну вот дарич скажи что тут ребята делают с дерева пьют что-то водичку пьют пока между делом собирается у нас березовый сок мы прошли чуть дальше по тропинкам решили нарубать себе венечка в баню пехтовых манечка уже заламывает веточки у нас будет баня пехтовые венички для баньки пехтовые венички для баньки один-два один нам одного хватит а ну и все отлично не будем злоупотреблять хотя мы никогда этим не славились да речка речка тоже с нами помогает собирает так вот же это елка как елка вот те раз это катца елка ну как пахнет с деленцой и вон видишь у него такой ствол не гладкий и колючий а пехта вон видишь а у пехты ствол гладенький все век живи век учи она любит мизинки тоже у нас на севере надо ее поискать хватит на веник все отлично попаримся а потом березовый сок банька удалась пойдемте обратно уже муравьи активизировались уже вовсю ползают работают работают что-то где-то собирают как люди что-то надо собрать что-то надо собрать где-то муравейник значит поблизости деньги хорошо в снегу хранить и в морозилке ну да снега сейчас мешок наберем так вот мы возвращаемся теперь уже до нашего автотранспорта и едем на работу хватит прогулки по лесу а завтра будем уже забирать березовый сок так что нашли мы нашли мы тут красивое место решили вам его показать и сами посмотреть красивое место мостик самодельный охотники охотятся наверно сюда наверно утки прилетают иди сюда иди сюда скажи я тоже хочу скупаться я пить хочу козленочком станешь иди сюда иди сюда вот 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 и и и и и и и и вот такой здесь мастик красивый красота ну вот теперь мы точно то что мы это посмотрели перимасы подымаемся в горку и идем машине вперед нас ждет работа доброе утро всем вы пришли собирать урожай здравствуйте березки здравствуй лет за сутки у нас накапала столько эта баночка сместилась но тем не менее как бы хорошо 5 литров 5 литров погрящего крепкого здорового сока мы подготовили бог будем замазывать что-то упало да не бутылку пустая что проба 1 чай напились теперь 2 чая по усам потекло в рот не попало правда вкусно сладко не вода настоящий березовый сок да то есть не мы с собой ни сюда не несли отлично сходишь куда . забиваем его нахом хом 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 мастия за трамбовый чтобы как говорится ранки больше не было месяц затянется затолкала полностью забил отверстия березка спасибо тебя полечили сейчас следующие не ходить здесь не течет и здесь тоже не случится смог не дает пойдемте дальше вот тут пол баночки набежала у нас вчера просто снег метель был вот и там еще немножечко а тут почти полная суши смотри а вот оно что ее давай оставим и она может последнюю вот капает хорошо прям смотри да прям бежит ну давай ту снимем эту заключительную пускай еще нам полстаканя как если большая береза то вот обратите внимание за сутки вот вчера в обед поставили сегодня утро 7 утра вот столько сока красота ну а здесь из-за того что березки молодые у нас получилось всего вот по два литра ну да поэтому разница очень существенная капелюшка . переливает сок в одну тару вот с двух березок 3 литра да ну цвет совсем другой такой вот желтенький будем в кофеварку чай да снимайте как березка хорошая так и баночка такая классно развяжешь бантики все тащи еще одна баночка это полная но здесь продолжается сокодвижение поэтому трубочку мы аккуратненько вытаскиваем образуется конечно такая ранка ее задавливаем мухом полностью забиваем и трамбуем туда трамбуем забиваем полностью отверстие чтобы туда не мухи не инфекция не сок обратно и все все не бежит завершающая наша баночка нет еще одна есть еще одна есть да да она говорит настоящий березовый сок ух какой сильный снабж супер даже вот пахнет деревом березы так ладно хорошего злого сразу закрывает и прольешь крышка у тебя вкуснотищая у меня походу крышки подбирящий такой крышки закончились серьезно? надо пустые взять вон сзади пустые возьми послевкусие такое у березового сока как будто кору березы взял пожевал пожевал вот это такое нежное послевкусие остается ну просто не передать словами и прям чувствуется организм привык к воду обычную хлорированную там или принимать а тут прям он чувствует что-то такое живое живой сок очень вкусно питательно ну что ж нам хватит этих 20 литров попить напиться приободриться и чувствовать себя прекрасно желаем вам также друзья сходить когда-нибудь в лес если кто никогда не собирал березовый сок посмотреть видео как это все делается ничего здесь страшного нету и когда-нибудь один раз в жизни самим покачать сок или со своими детьми и приобщиться к природе весна идет порой очень быстро и почки набухают скоро сок придет в стволы и деревья пустят листья вот ну а мы воспользовались небольшим мгновением и взяли немножко сока вроде бы столько сколько нам нужно сколько мы выпьем выпьем в течение там 3-4 дней больше нам не нужно спасибо лесу спасибо природе ну а всем любителям и профессионалам потому что мы неоднократно замечали что даже профессионалы забывают затыкать отверстия ссылаясь на то что некогда торопятся спешат лучше остановитесь на мгновение и заделайте замажьте отверстия чтобы дерево не сочилось и сделайте естественную пробку из мха больше ничего не надо используется пластилин садовый вар но как говорится самое простое это мох всегда под рукой всегда есть две минуты времени но зато будет добро и вам и и лету всем пока и здоровья до свидания до новых съемок до новых съемок до новых съемок